Я солдат высокомобильных десантных войск Украины. И хочу рассказать то, что когда мы находились в городе Славянске, у нас не было ничего, кроме автоматов и наших боевых машин. Но на наших боевых машин, как бы там и есть приборы ночного видения, но они уже устарели и давно засвечены. То есть у них было ничего не видно, а на нас постоянно были ночные обстрелы. И когда меня ранило, это 5 июня, я попал в госпиталь в Киев. И мне порекомендовали с моим товарищем, которым мы были в госпитале вместе, Елену Массорину. Как бы она сказала, что она очень сильно помогает, может помочь нам. Когда мы к ней обратились, мы попросили у нее, конечно, очень дорогие вещи, которые реально очень недорого стоили. Но как бы это в первую очередь был тепловизор, чтобы реально можно было видеть врага. И оно реально в первую очередь спасает жизни. Елена Массорина реально помогла купить эти вещи. Купили, закупили были калиматорные прицелы, берцы. Берцы натовские очень хорошие. Когда меня отправили на 30 суток на реабилитацию, Елена постоянно звонила, спрашивала, как там пацаны, как там все предстоит дела. И постоянно спрашивала, что нужно пацанам еще. Ну, как бы было очень сильно приятно, потому что человека, которого знаешь реально месяц, он звонит, спрашивает, как там дела, как пацаны. И постоянно предлагает свою помощь. Это реально хороший человек. Когда я приехал снова в госпиталь на повторное обследование, я узнал, что Елена будет баллотироваться в народные депутаты. Ну, я, конечно, поддержал ее, потому что, ну, если человек просто так вот реально делает очень многое так вот для части, для, ну, она не одной, конечно, части, она много чем помогает, вот для армии это много такие вот поступки делает, вот, что, ну, когда она, я думаю, станет депутатом, я думаю, намного больше сможет делать. Так что я думаю, что она станет, и буду на это надеяться. Спасибо большое ей, конечно, за все.